Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 402 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженной бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Самарское регби снова в игре. Спустя несколько десятилетий сборная 63 региона участвует в чемпионате страны. Самары готовы принять чемпионат России по боксу. Сборные регионов приедут на турнир разыграть путевки на Олимпийские игры. Самары готовы принять чемпионат России по боксу. Сборные регионов, а это 350 спортсменов, приедут на соревнования, чтобы разыграть путевки во всех весовых категориях на Олимпийские игры. Где пройдут соревнования и как можно будет посмотреть бои, расскажет мастер спорта. Тольятинец Вахит Абасов – потомственный боксер. Его отец – мастер спорта СССР. Вахит по молодежке лучше в Европе. Тренируется в Автограде. Впереди сборная Кавкази и в Подмосковье. Уже с национальной командой. В программе – физподготовка, стратегия и тактика боя. Для 22-летнего Абасова это не первый чемпионат России, но первый, который пройдет в Самаре. Как говорил главный тренер сборной России Виктор Борисов-Архудин, кто выиграет чемпионат России, тот будет главным фаворитом на Олимпийские игры. Самара второй раз принимает чемпионат страны по боксу. Очередное заседание оргкомитета прошло в расширенном составе. Кроме представителей областного правительства и региональной федерации бокса, высокую оценку проделанной работе дало руководство Федерации бокса России. Есть такой регламент и к спортивной арене, и к медиаплану, соответственно, к продвижению чемпионата, и вообще продвижению вида спорта бокс не только в городе Самары, но и в области. То есть вот это все было соблюдено, какие-то новизна, соответственно, была представлена. И нас это порадовало. Лицо турнира – это тоже немаловажно. Это дукатный олимпийский чемпион по боксу. Наш знаменитый, наш легендарный Олег Саитов. Запланированы мастер-классы от чемпионов мира, чемпионов олимпийских игр, знаменитых наших спортсменов для юных боксеров Самары и Самарской области. Это не только Самары. Такие мастер-классы пройдут и в Сызрани, и в Безинчуке, и в Чапаевске. То есть везде, где есть боксерские секции, обязательно приедут, чтобы передать какие-то тонкости своего мастерства. Главные задачи по проведению чемпионата страны по боксу в Самаре уже решены. Бои, предварительные финальные, пройдут в МТЛ-арене. Кто из зрителей не сможет попасть на трибуны, увидят будущих участников Олимпиады в фан-зоне. Большой экран установят рядом со спорткомплексом. Это будет впервые на чемпионате страны по боксу. Может не получится попасть в зал, потому что количество мест будет ограничено. Но сможет наблюдать за боями онлайн на большом экране. Будет к участникам вот этой фан-зоны выходить тоже выдающиеся спортсмены, боксеры. Будет интерактив. То есть и на этой площадке тоже будет интересно. Чтобы провести чемпионат страны в Самаре, региональная федерация бокса победила в конкурсе. Она предоставила проект из нескольких пунктов. Доставка спортсменов, тренеров и представителей команд от вокзалов до гостиницы обратно после турнира. Проживание в комфортабельных отелях. Индивидуальное меню для каждого боксера. Спортивная арена, где проходит чемпионат в шаговой доступности от места проведения. И, конечно, культурно-массовая программа. Федерация бокса России уверена, что сделала правильный выбор в пользу Самары. Самарская заявка, конечно, победила. Она была самой красивой, самой четкой, с прекрасными условиями. И также повлияло место расположения. Мы хотим, чтобы на данный чемпионат России, так скажем, на спортивном языке, доехала вся Россия. То есть должны отсмотреть все, чтобы транспортная логистика не нарушила чьих-то планов. Мы имеем очень хороший опыт, организационный. Вы знаете, что в этом году очень много официальных спортивных соревнований всероссийского, даже международного уровня мы приняли. На базе, скажем, проведения опыта чемпионата мира, надеюсь, все остались довольны. Мы получили достаточное количество положительных откликов. Надеюсь, что и чемпионат России по боксу тоже пройдет на высоком организационном уровне и получит положительный отклик. Сборная Самарской области по боксу выставила на чемпионат страны спортсменов во всех весовых категориях, на правах хозяйки турнира. Хотя претендовать на медали, а значит на место в национальной сборной, которая поедет на Олимпийские игры, могут только трое. Шансы у нас очень высокие. Есть у нас два члена сборной страны. Это Федоров и Амбасов. Амбасов недавно выиграл чемпионат Европы 19-22, поэтому вот эти два спортсмена, также Маркелов Владимир, свыше 91 килограмма, который также привлекается к участию всех учебно-тренировочных сборов, имеет все шансы на победу. 69 килограмм я выступаю. Обычно это такой средний вес, но очень много людей в этом весе. Очень высокая конкуренция, очень много хороших бойцов. Ну, конечно, тяжело, но будем стараться. Почему нет? Будем надеяться на каждого из них, хотя понимаю, что только трое реально могут претендовать на какие-то места чемпионата России. Но для нас все спортсмены равны, и спорт – дело такое, что всегда могут возникнуть неожиданности. Поэтому будем болеть за каждого спортсмена региона, который будет выступать на чемпионате. История Куйбышевского самарского бокса насчитывает 70 лет. В ДК имени Дзержинского под руководством тренера Анатолия Игумнова была организована первая секция. В 60-е годы бокс в Куйбышеве вспоминают ветераны самый модный вид спорта. Работают клубы на стадионе «Заря», «Маяк», в ДК «Рассвет» в поселке Управленческий. Историческая дата – 1974 год. Чемпионат Европы в Голландии принес две серебряные медали. Герои спорта – Евгений Никитин и Василий Шишов. На самом деле бокс является традиционным национальным видом спорта на территории нашего края. И здесь большие традиции, большое количество воспитанников, которые стали чемпионами. И проведение подобных соревнований, наверное, на территории Самары вполне естественно. Это серьезнейшее испытание для отбора всех наших ребят. Именно в Самаре это произойдет. Но бокс – один из любимых видов спорта у людей. Вы знаете, и самарский бокс, он, во-первых, имеет глубокие традиции. Мы надеемся, что здесь будут те традиции, которые были в советский период, скажем, сохранены. И современные тенденции бокса, как передового вида спорта, олимпийского вида спорта в России, с введением чемпионата в Самаре, они приобретут новый потенциал. То есть очень серьезный чемпионат, который мы ожидаем в Самаре. Чемпионат страны по боксу среди мужчин стартует в Самаре 8 ноября. Будет две программы. Начало в два дня и семь вечера. Финальные бои и красочное закрытие турнира пройдет 17 ноября. А тольятинский боксер Вахит Абасов уверен, родной ринг и преданная армия болельщиков помогут ему стать чемпионом России. Если у боксеров все только начинается, то у этих атлетов уже определился чемпион. А самарские рэгбисты снова в игре. Спустя несколько десятилетий сборная 63 региона участвует в чемпионате страны. Третий заключительный этап прошел в Самаре. Кто стал абсолютным чемпионом и какое место заняли самарцы, расскажет мастер спорта. Самарская команда по рэгби играет в чемпионате страны высшей лиги второй сезон. И второй сезон показывает стабильный результат. Останавливается в одном шаге от пьедестала почета. В этом году сборная 63 региона снова заняла четвертое место. Причина одна, считают тренеры и спортсмены. Им приходится играть против профессионалов, которые получают зарплату за игру. Они же любители. Выходят на поле бесплатно и тренируются меньше соперников. Доигрываем третьи этапы. На этом наш сезон закончится. Мы пойдем на небольшие перерывы. Надеемся, что с ноября месяца, когда мы придем к новому тренировочному этапу, будем готовиться к этим же самым соревнованиям, но уже в качестве полупрофессиональной команды для начала. На это очень надеемся. Ян Будников пришел в рэгби случайно. Друг пригласил на тренировку взрослой команды. Младым людям было чуть за 20. И вот уже как пять сезонов Будников защитник сборной команды Самарской области. Я сказал, что я слишком маленький для этой игры, потому что я, как и многие, наверное, у нас в Самаре, да и в России, думали, что в рэгби играют только большие люди. Вот он мне сказал, что нужны все. Поэтому пришел, посмотрел, мне понравилось. Я пришел на первую тренировку. Вот до сих пор играю. Стараюсь помогать команде. Самое главное, что мне нравится, это поведение людей на поле, потому что ты можешь дубасить человека из другой команды, а потом после игры ты идешь с ним, обнимаешься, и потом идешь на третий тайм, где обсуждаешь какие-то моменты, и все это проходит в дружеской атмосфере. Поэтому я считаю, что это такой достаточно джентльменский вид спорта, да, как про него и говорят. Рэгби-симе – это олимпийский вид спорта. К нам впервые попали сюда коллеги. Команды из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казань, Калуга, Пермь. То есть Урал представлен. Большая география. Все команды справились, разыгрывается финальная часть, выявляется чемпион. На самом деле это произошло к тому, что в прошлом году мы тоже участвовали в таких же подобных соревнованиях и достойно себя показались. И решили, принято было решение, нам доверили такое право провести у нас это мероприятие. Приехали различные команды, и я думаю, даст толчок, потому что у нас есть спортивная школа, где где ребята занимаются. Сейчас правительство активно поддерживает все соревнования, которые связаны с регби. В Самаре одна профессиональная команда, одна любительская команда, и по регби семь команд, и еще и пляжные регби. Есть любительская команда полная в Тольятти, есть Чапаевский, как оказалось, в Новокубежске. На третий, заключительный этап чемпионата страны по регби семь в Самару приехали 10 команд. В том числе действующий обладатель золотых медалей Нарвская застава из Санкт-Петербурга. И лидеры турнира, столичные ЦСКА, и дублеры Казанской стрелы. Питерцы в матче за пятое место на этапе проиграли со счетом 29-19 сборной Самарской области. Это крепкий середнячок, поскольку у команды большой потенциал, надо просто ее развивать и помогать. То есть, у команды есть будущее, надо просто складывать силы, и будет успех. Первая команда по регби появилась в Самаре, тогда еще Куйбышеве, полвека назад. За это время были и взлеты, и падения. Сейчас этот вид спорта возрождается в регионе невероятными темпами. Это связано, наверное, с активной работой Федерации регби, Российской Федерации, которая возглавляет руководитель антимонопольной службы России Игорь Юрьевич Артемьев. Человек очень увлечен на это вид спорта, намеренный развивать его, точнее говоря, возвращать ту славу, которую когда-то регби имела на территории еще Советского Союза. Я встречался с Игорем Юрьевичем, мы много говорили про этот вид спорта. Он действительно имеет очень славную такую историю, ему почти 200 лет. И во всем мире, особенно в англо-главлящих странах, он очень популярен. Я думаю, что он также наберет свою популярность в стране. Регби-7 придумали в Шотландии. В команде 7 человек матч состоит из двух таймов по 7 минут. Задача игроков занести мяч за лицевую линию поля, а потом забить его в ворота. Самарские спортсмены быстро разобрались в правилах игры и добиваются хороших успехов на соревнованиях. В этом году наши ребята, самарские ребята, стали обладателями Кубка страны по пляжному регби. Два наших спортсмена в составе национальной сборной завоевали титул чемпиона Европы. Это говорит о том, что у нас есть тренерские кадры, есть мотивированные спортсмены, которые, собственно говоря, смогут и дальше прославлять нашу область в этом виде спорта. Матч за первое место с заключительного этапа чемпионата страны между ЦСКА Москва и Стрелой Казань превратился в финальный поединок всего турнира. Борьба получилась бескомпромиссной. Первый тайм уверенно выиграли Стрелки 12-5, но уступили во второй половине встречи. 17-12 итоговый счет. Ну, я бы не сказал, что что-то сильно не получилось в первом тайме. Наверное, немножко захлёстывали эмоции и желание победить. И вот, ну, местами где-то провалился контроль, спокойствие, которое было необходимым. Не удалось использовать свое преимущество физическое. Мы физически сильнее, команда ЦСКА. Но просто до этого этапы все мы играли в меньшинстве постоянно. Очень много было у нас нарушений. Благодаря судебским решениям, непонятным. Поэтому очень много сил отдали в предварительном-предварительном этапе борьбы. И немножко не хватило физических сил, чтобы додавить. Открытый полузащитник, он сломал палец, получил травму. Ну, это такое ключевое звено в игре. Было сложнее схемы своей в жизнь продвигать. Чемпионом третьего этапа и абсолютным чемпионом высшей лиги по регби 7 впервые стал московский ЦСКА. На сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта расскажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже через две недели. А я Сергей Кизуркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи.